Итак, поговорим с вами сегодня о проектной культуре. Тема на самом деле интересная и абсолютно каждый раз разная получается, в зависимости от того, идет ли разговор о промышленном дизайне, о цифровом дизайне, о графическом дизайне, потому что примеры разные, но где-то механизмы создания образа похожи. Почему мне кажется, что эта тема для вас важна? Потому что, первое, она раскрывает более научно процесс проектирования, а вы уже взрослые, вы уже закончили бакалавриат, вы уже учитесь в магистратуре, где, в общем-то, занимаетесь не просто проектированием, вы занимаетесь в том числе и исследованием, ставите перед собой задачи, пробуете их решать, то есть наука вам близка. И, мне кажется, понимать, по крайней мере, хотя бы попытаться понять с научной точки зрения, как работает творческий человек, имеет смысл, потому что вы будете более четко, точно понимать себя, и другой момент, вы будете более точно понимать, как работает другой дизайнер. Мне кажется, это просто должно вам помочь в анализе аналогов, в анализе близких проектов по вашей теме. Такой механизм, вернее, не механизм, а понятие проектной культуры, которое может вскрыть, наоборот, механизм проектирования, создания образа для вас. Потому что, собственно, чем занимается проектная культура? Что это такое? Это исследование механизма создания образа. Это, как рождаются проекты, откуда берется графическое воплощение, откуда берутся идеи. И сейчас на экране у нас с вами такие замечательные несколько определений проектной культуры. Если интересно углубиться в эту тему, то можно посмотреть. Я еще со своей стороны тоже поищу. Есть статьи у Ксении Андреевны Кондратьевой, которая была деканом факультета дизайна в последней половине 90-х. Соответственно, есть тексты Олега Геннисарецкого примерно о том же, о проектной культуре. Но если более просто попытаться сформулировать, что это такое, во-первых, это совокупность профессиональных ценностей, которыми оперирует дизайнер. Мне кажется, это очень понятная такая история, потому что это действительно все, что вам близко. Это, так сказать, ваша школа. Это то, на что вы опираетесь, как на идеалы профессиональные. Это буквально такой вот метод работы, которым вы пользуетесь. Второе определение. Готовность проектно реагировать на процессы, протекающие в мире. Но это, собственно, про творчество, про нашу с вами профессию. Зачем она нужна, для чего она нужна. Не просто реагировать как художник, эмоционально выплескивая свои ощущения на холст, или как музыкант, воплощая свои эмоции в мелодию, а реагировать проектно, то есть создавать проекты, создавать объекты, которые отвечают потребностям, которые мира, общества, которые отвечают современности, жизни, и которые, в общем-то, мы с вами про социальные задачи дизайна тоже говорили, которые, в общем-то, говоря, с одной стороны, пафосно, а с другой стороны, очень просто, могут что-то в мире изменить к лучшему. Вот, собственно, что такое проектно реагировать на процессы, протекающие в мире. Правило игры. Такой более простой, с одной стороны, вариант определения, а с другой стороны, более, наверное, иносказательный. Потому что, ну что такое правило игры в любой игре? Это некая система, которую мы принимаем как участники игры, и которая позволяет нам контактировать с другими игроками, выполнять какие-то действия, двигаться к цели, прокладывать путь, совершать какие-то действия и так далее. То есть это такой набор как бы элементов, набор, не знаю, там, символов, набор условий, да, которые мы принимаем, у которых есть какие-то графические, кстати сказать, символы в том числе, и, так сказать, на их основе создается вот это игровое поле, это взаимодействие, собственно, между нами как игроками. Но, понимаете, дело в том, что у каждого дизайнера, у него есть такие вот свои правила игры, он, так сказать, может в одиночку играть в свой проект, или он играет в свой проект в компании единомышленников, если это крупный проект, вот такого ранга, как мы говорили на многочисленных семинарах по цифровому искусству. Помните все эти вопросы, а сколько человек в вашей команде, кто отвечает пять, кто двадцать, и в зависимости от ситуации там, действительно это количество может варьироваться. То есть, так сказать, вот то, что я объясняла по поводу настольной игры или компьютерной игры, так сказать, вот это можно перенести и на процесс проектирования, на процесс создания какого-либо объекта. Так сказать, дизайнеры между собой договариваются, или человек сам с собой договаривается, так сказать, устанавливает какие-то правила, по которым он создаёт вещь, объект, по которым он работает. И, так сказать, благодаря этому, собственно, мы можем, например, в графическом дизайне говорить о каком-то языке особенном, аутентичном одного мастера, так сказать, или другого мастера, и их, так сказать, вот эти графические языки, они не будут пересекаться, они будут особенными, так сказать, именно потому, что у каждого из них есть свои правила игры, свои правила создания проекта, так сказать, любимый цвет, любимый шрифт, какие-то методы, не знаю, анализа информации, поиска образности, это всё входит в правила игры. Кодекс чести, ну это примерно та же история, так сказать, некий набор постулатов, очень важных, очень, так сказать, даже обладающих какой-то нравственной, наверное, этической ценностью, который, как любой кодекс чести настоящий, приступить нельзя. Там какие-то профессиональные такие понятия, так сказать, связанные, допустим, с использованием тех или иных компьютерных программ. Я просто это со стороны графического дизайна могу объяснить, но я думаю, вы, так сказать, со своей стороны тоже можете какие-то аналогии привести, так сказать, например, в фотошопе верстать нельзя, просто потому, что это моветон, это вот из разряда таких вот элементов кодекса чести. Верстать нужно в той программе, которая для этого предназначена, так сказать, вот, соответственно, использовать те инструменты, которые предназначены для решения конкретных задач, использовать определенные шрифты, допустим, сочетание определенных шрифтов, не микшировать те или иные цвета или те или иные шрифты. Это, так сказать, такие моменты, связанные с этической стороной процесса. Но фактически ведь мы с вами вот сейчас говорим примерно об одном и том же, о совокупности профессиональных ценностей. То есть это, так сказать, некая креда творческая, которая дизайнер себе устанавливает, так сказать, собирает такой перечень как бы важных для него компонентов. И на основе этого перечня работает. Но вот самое интересное, что в этот перечень входит. И вот здесь, так сказать, можно просто об этом поговорить, разложив на три вот такие базовые темы. Это среда, которая окружает человека, значимые образы, впечатления визуальные, звуковые, тактильные, профессиональные ценности, процесс проектирования, методики развития проектной идеи, обращение к практикам ведущих мастеров, опоры на классические модели проектирования. Ну, это школа, в общем, это то, чему вас учили, так сказать, где-либо. И третье – это этические и нравственные ценности, так сказать, субъективные ценности. Вот, собственно, из чего как бы складывается проектная культура. Вот три такие мощнейшие группы темы, которые в результате, так сказать, входят в этот котёл, в котором варится будущий проект. Так сказать, вот без этих трёх компонентов, собственно, ничего не произойдёт, не случится. Первое – это впечатление, это среда, которая, так сказать, выращивает буквально нас с вами. Второе – это школа, а третье – это, так сказать, вот эти личные, субъективные ценности. Вот, так сказать, такая получается история. Но другое дело, что вот этот механизм, в общем-то, создание образа, он как-то от одной эпохи к другой меняется. Мы не можем говорить о том, что это такая история вечная, которая случилась, состоялась, как бы сформировалась и не меняется. То есть можно фактически, наверное, выделить, у меня получилось четыре таких вот разных механизма. Другое дело, что сейчас мы можем говорить о том, что они, в общем-то, все четыре существуют одновременно. О чём идёт речь? О схематизации натуры, сейчас поясню, о найденных объектах, о метафорах, о взрыве смыслов и о накоплении эмоций, чувств, так сказать, такая работа в жанре визуальной поэзии. То есть, в принципе, все четыре, так сказать, вот этих механизмов, которые постепенно, как бы в нашей культуре человеческой наращивались, складывались, сейчас они все имеют место быть. Итак, схематизация натуры – это, собственно, самый первый такой вот вариант, но при этом самый до сих пор востребованный, если мы с вами берём знак, если мы с вами берём, поиски неких абстрактных образов для каких-то сложных тем и вещей, когда нам очень нужно обозначить, какую-то ситуацию через знак или символ, то мы с вами, в общем-то, занимаемся, по сути, схематизацией натуры. И вот на этой картинке, я думаю, Цинь, может быть, даже что-то и здесь узнала. Есть изображение трёхногого сосуда, глиняного, очень любимого в Древнем Китае, потому что его ставили на огонь, и под этими тремя ногами оказывался очаг, который, собственно, подогревал содержимое этого сосуда – трипод. И с правой стороны варианты этого иероглифа, его постепенное превращение картинки, вернее, в иероглиф. В начале это просто схематичное такое вот изображение, вполне узнаваемое, далее что-то с ним происходит, оно начинает трансформироваться, и в конце концов оно превращается уже в условно букву языка, в иероглиф, который уже содержит в себе множество понятий, связанное и с треножником, и с вот этим кувшином, так сказать, в общем-то всё, что может иметь отношение, так сказать, вот к какому-то объекту, стоящему на трёх точках опоры. Вот, собственно, что такое схематизация натуры. Вспомните, там из курса «История искусства» наверняка, я думаю, что у вас где-то это осело в памяти многочисленные петроглифы и, так сказать, наскальные изображения, где действительно объект превращается в символ, так сказать, вот в такой, как бы, знак событий. И, в принципе, так сказать, если мы с вами, кстати сказать, будем говорить о из-за статистики, изобразительной статистики, о инфографике, говоря, уже выражаясь, вернее, современным языком, то как раз, так сказать, вот эта идея схематизации натуры, там вовсю используется, так сказать, визуальные коммуникации, там, так сказать, этот метод вовсю используется. Более того, так сказать, создание каких-то графических символов в рамках игр компьютерных, так сказать, в рамках виртуальных пространств, где, так сказать, нужно прокладывать путь для пользователей, так сказать, там же используются подобные знаки, тире, символы. Найденные объекты. Но, так сказать, эта история может быть более, как бы интересно для тех, кто оперирует все-таки вещами и предметами или объектами графического дизайна. Но нужно все-таки знать, что это такое. Это использование уже существующих каких-то интересных вещей для создания новых проектов. Почему у меня здесь снимок, вернее, плакат, плакат, анонсирующий выставку в Лозанне? Потому что автор этого плаката Вернер Экер очень точно, так сказать, сказал, определил, что иногда фотография это готовый плакат. Хорошо подобранный снимок может стать плакатом, подобранный в смысле к теме, с которой работает в данный момент дизайнер график. Но собственно эта идея найденных объектов, она может трактоваться и более широко. Если мы с вами откроем замечательный словарь Александра Ермолаева, сейчас мы тоже, я надеюсь, с вами до него дойдем, до этой книжки. Вот по его определению, что такое найденный объект, это способность находить вокруг нас ситуации, структуры, объекты, фрагменты, следы, адекватно выражающие сложные, почти непередаваемые чувства и мысли художника, возможность использования отживших вещей как выразителей духа времени. То есть в принципе любому объекту можно взять и придумать какую-то новую роль, заставить его играть по вашим правилам. взрыв смыслов соединения несоединимого или по-простому говоря метафора. В общем-то можно здесь найти множество блестящих вариантов визуальных метафор, наверное, невероятное количество, но покажу плакат, который когда-то был сделан студентом нашей кафедры, потому что в нем, мне кажется, вот эта ясность просто, ясность метафоры, вернее, прочитывается стопроцентно. Рекламный плакат для швейцарской фирмы Виктории Нокс. И что мы с вами здесь видим? Красный фон, это фирменный цвет, видим крест, который чуть как бы смещен, вроде бы он тот самый знак, еще и знакомый нам по швейцарскому флагу, но что-то с ним не то. И если приглядеться, если бы у нас был плакат в хорошем разрешении, то мы с вами без труда увидели бы здесь две полоски пластыря, которые наклеены одна поверх другой. То есть вот в чем собственно суть этого подхода, когда соединяются какие-то пограничные вещи, темы, сталкиваются в одном пространстве фактуры, образы, предметы, которые в реальности никогда друг с другом не соприкасаются. И из этого столкновения рождается что-то новое, рождается что-то особенное, как в данном случае. Одновременно символ компании и знак остроты этого инструмента, знак остроты перочинного ножа. И четвертый тип. Я так подозреваю, что здесь может быть и пятый, и шестой. В общем-то эту линейку имеет смысл постепенно дополнять и добавлять. Так, а я что назвала? Если попрошу прощения, если я могла оговориться флаг Швейцарии, правильно, но могла оговориться, сказать еще что-то. То есть кроме того, что это знак компании, производителя ножей, это действительно еще и знак страны, флаг Швейцарии. Можно вопрос задать? Про флаги, но не совсем про этот плакат. Я знаю, что очень много разных флагов, и они все очень страшно выглядят. То есть у них цвета, они максимально не подходят друг к другу. И вот почему вот так вот складываются. То есть я понимаю, что это символика вроде бы идет. Ну там, например, красный, черный и какой-то какой-то а-ля золотой, но это все ужасно выглядит. Ну то есть почему у стран такие страшные флаги? Значит, отвечу. Это такая история, которая тянется еще, во-первых, из древности это раз, а второе это символика немножко другая. Это то, что имеет отношение к гербам и к геральдике. А там свои законы. Если задаться целью просмотреть как раз значение тех или иных цветов, полос, изображений, которые там оказываются на флагах, это просто гигантский такой вот вшитый текст. Это буквально программа такая историческое культурное развитие страны, ее задач, ее позиционирование в мире. Это такая вот очень действительно сложная веками и тысячелетиями складывавшаяся символика, совокупность таких отдельных совокупность отдельных каких-то я не знаю не знаков, а типов информации, наверное, так вам надо сказать. Совокупность различных типов информации. так, и четвертый накопление эмоций чувств работа в жанре визуальной поэзии. Но это наверное такой наиболее легкий и спонтанный вариант, когда действительно все накопленные эмоции и впечатления они в конечном итоге превращаются в некий продукт, в некую вещь, в некий сюжет. опять же, здесь с одной стороны наверное для вас такая странная история, явно считали, что это плакат, плакат итальянского дизайнера-графика Леонардо Санноли, который на самом деле очень приятный человек и собеседник, всегда говорит, что он опирается на конструктивистов и на начало 20 века, на итальянских футуристов в том числе, на эпоху авангарда, на ощущение эксперимента, новизны, которое просто превалировало над всеми другими ощущениями в этот момент и пробует работать в этом ключе, но сегодня. и собственно то, что мы с вами видим здесь, это с одной стороны такой набор классных геометрических форм, каждую из которых вернее можно считать за некий знак, за некий образ, возможно, даже какой-то элемент пазла, а с другой стороны, зная Леонардо Саноли, я больше чем уверена, что это буква, это такая особая типографика. Почему я его в качестве примера взяла к этому четвертому типу работы в жанре визуальной поэзии? Потому что все, что он делает, как-то близкие к литературе люди, поэты в том числе считают именно за визуальную поэзию, то есть не просто за типографику и за работу с геометрическими какими-то формами, символами, но именно как работу по созданию вот таких нечитаемых, непроизносимых может быть, стихов. Хотя мне кажется, что как раз это оперирование эмоциями некими чувствами, которые мы иногда даже до конца определить не можем, но как раз через фактуры, через предметы, через тип композиции выплеснуть это в пространство можем. Есть слова одного дизайнера графика, по-моему, это Иван Чермаев дизайн и поэзия схожи, они оба о метафорах. Вот такая формулировка. И еще раз повторюсь, в общем-то, этот список можно продолжать. Мне даже интересно, возникнут ли у вас какие-то свои формулы, механизмы проектной культуры, как она еще функционирует, как, какими еще средствами создается образ. И я уже сказала, что, так сказать, есть такие простые формулировки, собственно, что входит в этот механизм проектной культуры, так сказать, на чем она построена. есть и более сложные, но мне кажется, хотя бы прочитать их тоже нужно. Потому что самое главное здесь в конце этого, этих абзацев экологическая составляющая проектной культуры, концептуальная составляющая и аксиологическая. Вот, так сказать, если все-таки научно это пытаться как бы сформулировать, из чего складывается проектная культура, то это экология, это концепт и это аксиология. Экология это что такое? Образы, наблюдаемые в среде, образы замышляемые, документируемые. Важна их принципиальная средовая отнесенность, принадлежность к среде. то есть это буквально так сказать ваше окружение, так сказать, вот та жизнь, в которой вы функционируете. Концептуальные это вот те самые творческие концепции, программы, это школа, это терминология, это наука, так сказать, это такое такая даже теоретическая наверное сторона проектирования, как бы обдумывания, осмысливания, да. И аксиология, аксиологическая составляющая проектной культуры, мыслимые, чувствуемые, осязаемые ценности. Это вот те самые субъективные какие-то понятия, ценностные состояния творческого сознания, воли, необходимые для личностной реализации проектного процесса. Ну, вот теперь, кстати, если опять попытаться очень просто все то же самое объяснить, то что это будет? Это будет действительно вы сами, так сказать, вот ваша как бы сфера чувств и эмоций, так сказать, этические какие-то ценности и буквально ваше воспитание, так сказать, то, что вы себе позволяете или не позволяете. Второй круг это среда, в которой вы существуете, вот это огромное количество визуальных образов, звуковых, тактильных, которые вас окружают, которые вы получаете из этой среды. И еще один круг это школа, это то, чем что вас вкладывают педагоги, так сказать, конкретные совершенно школы, которые отличаются, потому что даже если мы берем архитектурный институт, это один подход, соответственно, строгановка, это другой подход, где-то они могут пересекаться, но все равно все зависит от костяка преподавателей, от каких-то исторических даже основ. Возьмите какие-то более молодые школы, студии, то, что происходит в Британке, соответственно, школа Родченко, какие-то курсы, онлайн занятия, в них тоже складывается вот эта своя образовательная модель, которая на определенный срок становится доминирующей, она становится единственной верной, вы ее принимаете, потому что вы входите в это учебное заведение и на время обучения вы соглашаетесь с этими правилами, методами, с этой профессиональной средой, которая вам предлагается, в которой вы обучаетесь. Дальше на выходе вы имеете право либо от этого отмежеваться, либо продолжать этим правилам следовать. Вот такая история. Мне кажется, она для вас может быть не сейчас, но через какое-то время она окажется полезной, потому что еще раз повторюсь, речь идет и об каком-то более осмысленном понимании процесса собственной работы и о более осмысленном понимании процесса работы другого человека. Как он приходит к тому или иному решению, от чего он отталкивается, на чем в результате оно оказывается построено. И у меня в арсенале есть две книжки. Одна полностью построенная на тексте, вторая построенная на картинках, которые вводят читателя вот в этот понятие проектной культуры. Первая книжка придумана Александром Ермолаевым в начале 2000-х. Это словарь дизайнера для работы в 21-м веке. Вторая книжка придумана чуть попозже британским дизайнером графиком Алланом Флетчером. Вернее, там даже несколько книжек, книжек, каждая из которых это собрание таких визуальных тизеров интересных картинок, которые должны заставить мозг творческого человека вращаться, вернее, шестеренки в мозгу творческого человека вращаться чуть быстрее и, так сказать, с более высокой производительностью. Но сначала про книжку, в которой почти нет картинок, зато очень много текста. Кто такой Александр Ермолаев? На самом деле, для архитектурного института это тоже такая фигура номер один, потому что это человек, который, по-моему, в 88-м году открыл совершенно новое направление, кафедру. Это кафедра дизайн архитектурной среды, кажется, так она называлась, называется, вернее, до сих пор, где предлагалось готовить совершенно новых профессионалов, архитекторов тире дизайнеров. Но прежде чем эта кафедра возникла, вначале возник такой спонтанный кружок студенческий, как, собственно, это всегда было в 60-е, 70-е, 80-е театр архитектурной формы ТАФ, который потом уже превратился в аббревиатуру, в такой вот знак вообще Ермолаева и всей его компании. А изначально, собственно, что такое театр архитектурной формы? Это постановка спектаклей по мотивам архитектурных объектов, попытка архитектуру, тоже башню Татлина превратить в спектакль. распределить роли, разыграть костюмы, придумать героев, которые могли бы вот это архитектурное сооружение продемонстрировать, то есть превратить архитектурный объект в такой перформанс, в театральную постановку, попробовать разыграть именно как театральное представление, может быть, разъяв на какие-то отдельные части, может быть, придумав какой-то сюжет. Вот, собственно, этим поначалу он занимался со студентами, таким образом, изучая с ними архитектуру современную, архитектуру авангарда, через вот, такое, через такой вот нестандартный подход. А потом это действительно все превратилось в кафедру дизайна архитектурного, в кафедру дизайна в рамках архитектуры, превратилось в целую студию-мастерскую, мастерскую ТАФ, вот, где как раз единомышленники Ермолаева занимаются поиском интересных, поиском и сбором, коллекционированием каких-то интересных образов, активно, так сказать, пропагандирует вот эту идею прото-культуры, доказывая очень справедливо и совершенно наглядно, внятно, что, так сказать, конструктивизм возник не сам по себе, а у него есть совершенно мощнейшая такая вот основа в деревянном зодчестве, потому что фактически настоящий северный сруб и вся его начинка это, так сказать, абсолютная такая вот до последней детали функциональная конструктивная система, так сказать, просто почему-то в истории архитектуры это было принято обозначать как что-то ближе к декоративно-прикладному искусству или к каким-то особенным национальным формам архитектуры, но он это, так сказать, внятно и ясно доказал, что это просто основа именно конструктивного такого вот функционального принципа в архитектуре. И в начале двухтысячных он выпустил вот такую книжку «Словарь дизайнера для работы в 21 веке». И в этой книжке, собственно, прекрасно все, начиная от ее содержания и заканчивая ее конструкцией, потому что вот как раз ее конструкция, это папка с отдельными листами, она очень внятно, ясно как бы визуализирует вообще процесс придумывания образов, процесс проектной работы, потому что это листы, которые можно тасовать, отбирать какие-то темы, нужные тебе сейчас, откладывать их отдельно, такой пасьянс, который, в общем-то, можно каждый раз в зависимости от той ситуации, в которой ты находишься в связи с теми задачами, которые ты перед собой ставишь, так сказать, по-разному как бы совмещать, составлять. И вот здесь, сейчас на экране у нас открыто содержание, сейчас я его у себя найду, и если вчитаться в это содержание, то, в общем-то, много интересного можно для себя узнать о том, как человек мыслит, понимает проектное творчество. Вот есть такие как бы базовые мощные блоки, это архетип, это интуиция, это дух места, открытое проектирование, современное искусство, структура, абстракция, амбивалентность. Вот, так сказать, ну, скорее даже импровизация, последнее слово, наверное, будет более понятное для всех. Но, так сказать, у каждого из этих блоков есть еще такие свои как бы подразделы. И, по сути, каждый из этих блоков, он отвечает за какой-то определенный этап проектирования. То есть, это не то, что может существовать как бы раздельно друг от друга. Это некий такой базовый набор ценностей и принципов, вернее, да, базовый набор принципов. Другое дело, что в этом базовом наборе совершенно точно можно делать акцент на каком-то одном понятии и тогда собственно весь проект может изменить свое лицо. Сделаем мы акцент на абстракции или на структуре. Согласитесь, что даже просто подключив воображение можно представить себе совершенно наверное разные какие-то образы. Или, допустим, на импровизации. или на духе места. Это все очень такие мощные и где-то самодостаточные темы. И получается, что в принципе каждый из этих блоков отвечает действительно за отвечает за как я уже говорила какой-то этап в работе. Ну как бы хотелось бы конечно сказать, что это некая такая последовательная система, но я не уверена, что это так. Это действительно скорее такое перечисление этих базовых таких вот тем базовых принципов. И там, где речь идет об архетипе, там меньше всего слов это свет, тишина, ясность. Напротив соответственно ясности есть слово дизайн. и вот кстати сказать для Ермолаева это слово ясность, он правда еще другую употребляет внятность, хотя оно более как бы более известно его кругу. И как моя матушка все время вспоминала работы во ВНИИТ, где Ермолаев тоже некоторое время привлекался к работе над проектами. Вот для него таким как бы критерием ценности проекта и качества вернее проекта, который делается кем-то из группы была именно внятность. Внятность идеи, ясность идеи, то есть дизайн не может быть про какие-то такие необъяснимые, какие-то непонятные ценности. Дизайн это всегда ясность и всегда внятность. Вот поэтому здесь эти слова соседствуют с архетипом как с таким первоначалом вообще всего сказать вот такая как бы внятность и ясность идеи. А далее уже идет интуиция. Вот в этой интуиции там возникает и игра и свобода, там возникает и театр, и поп-арт, и Орхол, и Сотсас, и Вентури, и Раушенберг, и Герри, и художник, и любовь. А дальше не менее интересные понятия дух места. Дух места это то, что, в общем-то, имеет отношение и к духу времени. Вот некое ощущение от ситуации, так сказать, ощущение буквально пространства, для которого создается проект, и в котором, собственно, он потом будет существовать. Дух времени проявляется как на уровне фундаментальных, философских, мировоззренческих откровений, характера научных взглядов, в характере инженерных, архитектурных решений, так и прежде и раньше всего в продуктах художественной деятельности, в характере поведения людей, в моде, в стиле существования молодежи, в самых рядовых мелочах проявления жизни. Далее идёт открытое проектирование, открытость. И вот здесь, насколько я помню, должно появиться это понятие незавершённости, но незавершённости не в плане недоделанности, а в плане как раз такой вот открытой структуры, куда возможно вносить изменения. Мне кажется, это вообще для современности очень актуально. Не помню уже в каком контексте, но где-то как раз попадалось, что основное отличие проектного процесса современного от того, каким он был ранее, это вот эти открытые границы. Просто в связи с тем, что ситуация меняется гораздо быстрее, чем это было раньше, просто разговор о таких финалах, о каких-то законченных проектах, он уже не ведётся. по отношению к цифровому дизайну, мне кажется, имеет первостепенное значение. То есть сайт должен быть открытым, поисковая система должна быть открытой, мне кажется, даже видеоигра должна быть открытой просто для того, чтобы уметь в себя, вернее, иметь возможность аккумулировать в себе вот эти дополнительные изменения которые вносят действительность. Вот собственно что такое незавершённость. И это было сказано 20 лет назад, как было определено как такое основное правильное качество проектирования. Незавершённость не в значении недоделанности, а в значении вот этой открытой формы. Современное искусство. Но с современным искусством мне кажется всё ясно и понятно, потому что всегда должна быть лаборатория, всегда должна быть какая-то экспериментальная площадка. И действительно может быть мы просто до конца какие-то вещи не считываем, не знаем о них, но тем не менее многое в начале пробуется в рамках инсталляции, в рамках каких-то проектов, которые создаются как некие авторские, такие вот не тиражные проекты, существующие в единственном экземпляре, просто как проба пера. а затем уже становятся целой такой системой, буквально элементом коммерческих проектов. и эта тема... А можно пожалуйста вашу формулировку отличия дизайна от современного искусства, потому что грань она тонкая, я наверное думаю вы будете говорить про функциональность, но все равно интересно послушать именно ваше видение. Спасибо, Натя, за вопрос. Я тут честно скажу, что вариантов ответа может быть море, потому что всегда хочется выпрямиться и опереться на каких-то титанов, и можно вспомнить Бруно Мунари, можно вспомнить Поля Ренда, который вообще между дизайном и искусством ставили изначально знак равенства. Для них как бы это две такие области творчества, где многое в общем-то едино, но при этом они, конечно, я понимаю, что они немного лукавили, потому что Мунари, например, объяснял, что до дизайна искусство было таким способом коммуникации человека и среды, в которой он живет, а потом, так сказать, вот когда искусство как-то отмежевалось и стало такой самостоятельной как бы единицей и появился дизайн, то дизайн на себя взял вот эту функцию способа коммуникации между человеком и окружающей средой. И вот эта формулировка мне нравится. Мне кажется, что в ней есть какой-то смысл. Дальше хочется вспомнить Владимира Чайку, который наоборот перечеркивает любое знак равенства между современным искусством и дизайном, считая, что дизайн это как раз про осознанность решений, а искусство это про спонтанность и безответственность. Вот в его понимании чем дизайнер отличается от художника. Один делает такие авторские высказывания особо не думая о том, какой эффект это произведет на публику, а другой занимается не просто функциональными какими-то решениями, а он именно опирается на социальные какие-то проблемы, задачи и предлагает вот те самые осознанные решения. И если вы меня спрашиваете в чем отличие дизайна от искусства, то я здесь как человек старой закалки, как ученица Ксении Андреевны Кондратьевой назову слово проектный, проектность, проектирование. Вот там, где есть проектирование, проект, чертеж, план, там есть дизайн, а там, где вот этого изначального такого систематического анализа ситуации, так сказать, некое прогнозирование нет, в общем-то это некое такое спонтанное какое-то авторское решение, так сказать, некий выплеск эмоций в пространство в любой форме, там речь идет все-таки об искусстве. Так вот дизайн, между прочим, если это слово начать переводить, оно очень интересное, потому что если вы Библию англоязычную откроете, там вы это слово найдете в первых буквально фразах God designed the world Бог сотворил мир, так сказать, создание того, чего не было никогда раньше, так сказать, но буквально Бог был первым дизайнером, так сказать, он спроектировал устройство мира. Если мы возьмем итальянский язык, там не менее интересная история, потому что у них, честно, боюсь, неправильно произнесу, в общем, дизайнер, это план, чертеж, рисунок. Мы как бы все эти слова, особенно в русском языке, воспринимаем совершенно по-разному, потому что у нас есть дизайн, это вот, да, это про проектирование, у нас есть план, рисунок, чертеж, так сказать, огромное количество слов, а у них это все дизайн, дизайнер, дизайнеры, это рисовать, то есть, сказать, я рисую, но я одновременно и проектирую, я создаю, так сказать, я создаю то, чего фактически не было раньше. Может быть, кстати, с этим связана формулировка Бруно Мунари, что нет разницы между искусством и дизайном, так сказать, я рисую, равно я проектирую, как бы вот в самой этимологии слово, это, как бы, зашито, спрятано, но еще раз повторюсь, если мое мнение спрашиваете, то вот мне кажется, все связано именно, так сказать, вот с этим таким осознанным проектным творчеством, так сказать, с прогнозом и с планом, потому что вот есть еще вот этот перевод и значение американцы это значение, кстати, все время вспоминают, что дизайн это еще и план, план существования некой вещи, так сказать, ее бытия в мире, как она будет реагировать на человека, так сказать, как она будет с ним контактировать, это все входит в тот самый план. Не знаю, Надя ответила я на ваши вопросы или нет? Да, спасибо, очень интересно с разных сторон. Значит, что у нас там еще дальше идет? Структура, ну вот это, мне кажется, про план как раз то, что мы с вами сейчас обсуждали и здесь у Ермолаева идут имена и течения имена это Мандриана и Родченко, течение в искусстве это конструктивизм и хай-тек точность, острота мысли, проектность. Дальше, значит, следующий блок это абстракция и здесь, да, он вспоминает про эскизность, про еще один вариант незавершенности, Сезанн, фавизм, калаш, кубизм, Пикассо. Сейчас поищу, мне кажется, у меня какие-то цитаты могли быть. А это вы чьи книги показываете? Это вот я как раз кусочки показываю из Ермолаева, пересъемку из вот этой папки с отдельными искусствами. Просто сравниваю с тем, что у меня здесь открыто точность, острота, мысли. это вот про структуру. Структуру существует только рядом со стихийностью, иначе оборачивается отталкивающей решеткой, клеткой, унификацией. Совершенно правильная такая формулировка. Есть еще не менее такие интересные образные определения от дизайнеров графиков. Один уподобляет вот эту сетку и структуру футбольному полю, но игра в рамках этого футбольного поля никогда не бывает одинаковой. Тут меня мальчики поймут. Это каждый раз абсолютно свой сюжет и свое развитие ситуации. Другой дизайнер график вспоминает паутина, которая тоже абсолютно имеет абсолютно ясную и четкую структуру, но функциональной и завершенной эту структуру делает насекомое, которое в нее попадает. вот эта некая хаотическая точка, которая заставляет всю эту систему работать и быть полезной. То есть фактически без мухи, без вот этой точки, без этого персонажа, эта структура не будет тем, чем она является. Вот такой дуализм мне кажется совершенно правильный, потому что иначе мы либо скатываемся в полный хаос, либо мы скатываемся в такую жесткость и как бы без эмоциональности какой-то сухой универсализм. Вот когда есть умелый баланс между одним и другим, тогда собственно рождается что-то особенное и интересное. Так, эскизность, незавершенность и граничность и соответственно последнее это импровизация как такой один из тоже главнейших механизмов работы творческого человека. Характер непосредственных неподготовленных отношений с реальностью, традиционно относимых к явлениям искусства, художественного творчества, на сцене, в музыке, поэзии, когда произведение создается в момент его исполнения. Импровизация в искусстве соединяет естественное для народной традиции заземление, оестествление акта художественного творчества, включение его в поток жизни и высочайшую способность художника, профессионала рождать невероятные выходящие за рамки ожидаемого, не менее значима способность импровизации за пределами театра или мастерской художника. Жизнь заполненной импровизацией уклоняться от оттачивания мастерства импровизации или тем более пытаться заменить ее точно рассчитанными действиями, значит заменить жизнь безжизненной матрицей. Опять же, вспоминая метод работы Ермолаевого в НИТе, импровизация была одним из любимых таких методов, когда тема, любая тема, тогда, например, на пике популярности было все, что связано с шестью сотками, потому что это как раз семидесятые, это начало вот этого бума дачного и уже вводились какие-то программы по обустройству вот этого кусочка земли, когда действительно ждали от дизайнеров каких-то интересных решений, ожидали каких-то любопытных вариантов бытовых вещей, так сказать, вот этого инвентаря, который необходим огороднику, садоводу. И если без импровизации к темам подходить, то, так сказать, по его мнению должен был получаться тогда очень сухой какой-то скучный вариант. А вот собственно импровизация, она дает некую жизнь, так сказать, дает некий неоднозначный, нетривиальный как раз взгляд на ситуацию. Вот если обращаться к джазу, собственно, в джазе что такое импровизация, есть тема, и каждый инструмент может эту тему сыграть чуть иначе. И действительно у каждого получается такая своя версия, своя вариация. И в проектном творчестве собственно мы можем о том же говорить, так сказать, есть свой набор инструментов, есть в том числе и так сказать, какие-то у каждого близкие ему образы и понятия, так сказать, которые в общем-то с которыми он работает. наверное это тоже попытка как раз вот этот свой такой личный багаж, вот все о чем мы там в самом начале говорили, так сказать, вот эти ценности профессиональные и какие-то этические, нравственные, визуальные ценности, так сказать, попробовать приложить вот к этой теме, с которой ты сталкиваешься, то есть буквально на эту тему симпровизировать. И у каждого, так сказать, поскольку у него все-таки индивидуальный получается набор вот таких ценностей, у него получится своя импровизация. И вторая книжка, да, и сейчас еще покажу последние странички, как раз про дизайн, определение дизайна от Ермолаева, образ мысли сегодняшнего человека, живущего в современном мире, вынужденного непрерывно видеть, чувствовать, соображать, реагировать, прогнозировать, проектировать свои действия, оставаясь открытым, живой, непредсказуемый, требующий каждый раз нового понимания реальности. Ну вот, лучше точно я не сформулирую образ мысли, хорошая формулировка, и вот та самая способность проектно реагировать на реальность. И в этой книжке, вернее, в этой папке с отдельными листами у Ермолаева есть несколько таких картинок, отпечатанных на кальке. Я думаю, что вы эти картинки даже уже узнали. Это рисунки Пита Мондриана, но он очень хитро их располагает в определенной последовательности, так, что когда мы их действительно рассматриваем один за другим, у нас возникает то самое последовательное превращение ценностей визуальных, среды насмотренности в уже проект, в практически объект дизайна. Вот один из таких механизмов проектирования, который Ермолаев здесь нам демонстрирует на примере работ Пита Мондриана. Как мыслит дизайнер, от чего он отталкивается, как он постепенно действительно абстрагируется от реальности и создает некую структуру. Но эта структура вполне возможно несет в себе какие-то отсылки знаково-символические к тому первому элементу, к визуальной среде, в которой изначально автор находился. Но если вспомнить Мондриана и его теорию, что вертикаль это связь неба и земли, а горизонталь это земная поверхность, и вот эти две линии, которые под углом 90 градусов пересекаются, это вся сущность нашего мира, и это самая настоящая реальность, которую действительно можно изобразить. В этом плане дерево для него обладало абсолютно символической ценностью, потому что это ствол вертикальный и условно вот эти ветви, которые как бы, ну, будем так говорить, условно вдоль земли, вдоль линии горизонта стелятся. Это не просто объект природы, это такой очень сложный символ бытия, который можно тоже сказать, в конце концов оказывается зашифрован вот в такую геометрическую систему. Вот им гатив. Вторая книжка и второй персонаж это Алан Флетчер, британский дизайнер график. Дизайн это не вещь, которую вы делаете, дизайн это образ жизни, вот чем-то он конечно с Ермолаевым перекликается. Я для себя здесь добавила дизайн это система мышления с вопросительным знаком, но фактически наверное да, дизайн это система мышления. У него в мастерской стояла вот такая полка, которую все наперебой приходящие к нему фотографировали и потом делились своими впечатлениями. Полка на который он ставил определенные последовательности разные предметы и для него это тоже был такой визуальный набор базовых ценностей. Разобраться здесь конечно невозможно, потому что это как раз тот человек, который оставлял многое на откуп зрителю, не предлагая каких-то точных расшифровок, а скорее предлагая такие тизеры, объекты вещи тире отсылки к возможным темам вещи тире такие темы для импровизации. Вот, кстати, да. Здесь есть деревянная буква А, шрифт Бадони, выкрашенная в золотой цвет, шестипалая рука, например, вот эти египетские статуэтки, в общем, стул Чарльза Рейни Макинтоша и много-много всего другого. Но, так сказать, фактически это такой ребус, так сказать, текст, который, наверное, в общем-то, можно интерпретировать бесконечно, и в зависимости вообще от эмоций, от ситуации у него будет каждый раз какое-то своё значение. Извините, уточню, это Ермолаев. Не-не-не, это Аллан Флетчер. А, допустила. Хорошо. Вот, и у него есть несколько книжек, одна называется «Осторожно, мокрая краска», другая сейчас вспомню, как ещё называется, но, в общем, сделаны они все примерно по одному и тому же принципу. Это набор интересных картинок. Вот, если у Ермолаева там надо всё читать, и там много текста, и, так сказать, много красивых таких литературных определений, то Аллан Флетчер, так сказать, как настоящий графический дизайнер, предлагает такие визуальные рецепты. Как-то даже, когда его просили книжку написать о том, как вы работаете ещё в 62-м, что ли, году, он сказал, что писать ему трудно, хотя у него вообще с литературой проблемы, с литературным слогом, вот, а собрать какие-то пары и вот такие визуальные тизеры он может. И, так сказать, вот это, ну, просто на всю его жизнь стало таким основным методом общения с аудиторией. И в интернете, если наберёте Алан Флетчер, то, так сказать, вам выпадет довольно много разных картинок. Наверное, самое знаменитое это вот так перевёрнутый знак «This way up» и внизу надпись «Down with Dogma». Так сказать, то есть всё относительно, так сказать, буквально нет никаких пред определенных таких значений. В общем-то, всё можно интерпретировать в зависимости от ситуации. И вот эта картинка, она примерно про то же, что не обязательно форма и цвет могут нам сказать о настоящей сущности объекта или слово. Как не обязательно нам должно говорить о настоящей сущности объекта. Здесь всё перепутано и по цветам, и по формам, и по названиям. Так сказать, вот там, где есть такой хулиганский, отстранённый от привычного мнения взгляд, рождается искусство, рождается дизайн, рождается интересный, эффектный, яркий образ. И одна из, по-моему, первая даже его книжка носила название «Визуальные сравнения». Это как раз вот та, где ему предложили сначала написать много текста, он отказался и собрал наоборот много картинок. Собрал вот такие пары. Здесь развороты из этой книжки. и собственно текст наверное оказывается и не нужным. Он просто сталкивает иногда близкие приёмы, иногда приёмы наоборот разные для того, чтобы у зрителя возникли какие-то свои ощущения, свои мысли по этому поводу. швейцарский плакат Мюллер Брокман, по-моему, если я не путаю, меньше шума здесь написано и картинка Поля Ренда, где заплаканное лицо, огромные чёрные слезы, фактически о чём-то схожем эти образы, но способы, с помощью которых дизайнер графика с нами общается, они совершенно разные. Вот такая, например, пара, где общие это, наверное, использование абстракции штрихов, но на этом всё заканчивается, потому что есть и различия цвет, фактура, которые действительно вносят какие-то свои дополнительные коррективы. Одна из самых, наверное, знаменитых вещей Алана Флетчера это реклама Шин Пирелли на лондонском красном автобусе, где дорисованы были силуэты сидящих в автобусе людей, и, так сказать, вот эти визуальные сравнения, буквально, это прямо как бы иллюстрация названию книги, вот эти визуальные сравнения, они, так сказать, здесь установились такими ясными, видимыми, спонтанными и, я бы сказала, очень веселыми, эмоциональными, и, в общем-то, можно вспомнить даже и о британском юморе, так сказать, о... Кстати сказать, даже это напоминает подход, характерный для современного искусства, для, так сказать, инсталляции какой-то, для перформанса, так сказать, где зритель сам, иногда того не замечая, оказывается вовлечен вот в это инсталляционное пространство и становится тем, кто работу художника дополняет и превращает действительно в такое уже законченное произведение искусства. Вот, собственно, здесь это как раз и происходит. Есть еще одно любимое слово у... вернее, было уже у Алана Флетчера simplicity – простота. И вот, действительно, если вновь про этот автобус вспомнить простота приема, книжки, так сказать, следующие, которые он выпускал, например, «Искусство смотреть по сторонам» или «Осторожно, мокрая краска» «Beware Weight paint», они сплошь напичканы вот такими, с одной стороны, простыми, предельно простыми образами, которые даже нельзя классифицировать как такие готовые коммерческие проекты в области графического дизайна. Это, как-то, некие задумки, некие такие идеи, визуальные идеи, собственно, в зародыши, то, что можно полистать, посмотреть и, может быть, действительно как-то сдвинуть собственный проект с мертвой точки. Например, слово «Wind», написанное карандашом, а потом просто пальцем растертое. Вот эта вещь, рюмка, которая нарисована из двух, вернее, из трех кругов, и вертикальной черты. Искусство правая рука природы. Есть замечательная еще фраза у Франциско Инфанте «Искусство свидетельствует о жизни сильнее, чем жизнь свидетельствует сама о себе». Интересно иногда наблюдать, как какие-то похожие идеи возникает у совершенно разных людей, которые разными профессиями заняты, в разных каких-то видах деятельности участвуют, но при этом чувствуют где-то одинаково. у Алана Флетчера есть еще вот такая небольшая книжка про растения, но не существующие растения, называется «Дикие цветы», где опять же совершенно в такой вот простой, ясной, внятной манере акварель, может быть, даже скорее цветная тушь, нарисованы цветы, но это цветы несуществующие, и для каждого цветка придумано свое название для того, чтобы действительно создать полную иллюзию реальность существования этих объектов флоры. И что здесь можно сказать? Наверное, то, что Аллен Флетчер был затейником, был человеком, который обожал розыгрыши, и обожал вводить публику в заблуждение, и, так сказать, считал, что это, в общем-то, часть, не то, что часть профессии, но это часть вот этого внутреннего механизма функционирования дизайнера и художника. У Милтона Глейзера были такие похожие слова про то, что творческий человек остается творческим человеком, пока у него есть способность удивлять и удивляться. Это называют capacity for astonishment, не некий ресурс, который позволяет ему удивлять и удивляться. Пока это есть, он, собственно, функционирует, работает, продуцирует интересные вещи и образы. Когда вот эта способность удивлять и удивляться исчезает, он, собственно, уже перестает быть вот таким интересным дизайнером, художником, создавать какие-то интересные вещи. про эту книжку Алана Флетчера очень долго допытывали, о чем она у вас будет. И, так сказать, вот эта череда вопросов привела к тому, что обложка в этой книге превратилась в такой перечень тем, которые внутри этой книги можно найти. даже в интервью там сохранилась запись, где он торжественно объявляет, что предваряю ваши вопросы, я знаю, что они были и есть, что у вас там внутри в этой вашей книжке в 300 страниц. Катья все темы и все ценные и важные для меня вопросы вынес на обложку, чтобы вы могли их сразу прочитать, увидеть, осознать. И у этой книжки есть такой девиз «to look is to listen and to gaze is to think». Смотреть значит слушать и пялиться или кого сматриваться, да, всматриваться означает думать. И действительно, на чем эта книжка построена? Построена вот на таких парах вновь, на, так сказать, таких сочетаниях или обращениях к творчеству достаточно известных дизайнеров, графиков и художников то, что необходимо наверное периодически листать, просто чтобы Катя оставался какой-то хороший культурный бэкграунд. Секунду, а это кто автор? Это вот Алан Флетчер. Алан Флетчер тоже. Я вам сегодня двух показываю. И последнее, что про его мастерскую и про него самого, про Алану Флетчера, можно сказать, что у него была коллекция всякого хлама, но это полки, которые я показала вначале, видно, но, так сказать, он этот хлам классифицировал и превращал в какие-то интересные произведения искусства. Например, страшный враг любого художника и дизайнера это карандаш. В тот момент, когда он стачивается и превращается в огрызок, выбросить жалко, что с ним делать непонятно, и многие их так трепетно, нежно складывают в коробочки, и, так сказать, затем они там пылятся, лежат. Алан Флетчер собирал из них вот такие панно. Еще один, так сказать, такой интересный проектный ход и, так сказать, буквально, как бы рассказ о том, как работал этот человек. В Великобритании есть традиция то ли перед Новым годом, то ли сразу после Нового года выбрасывать все лишнее из квартиры и, так сказать, он, зная об этом, ходил, инспектировал тротуары и, так сказать, однажды принес огромное количество маленьких фигурок совершенно разных, так сказать, фигурок, которые где-то в киндер-сюрпризах могли бы быть, фишки от настольных игр, да все, что угодно. В общем, огромное количество маленьких, мелких таких предметов. и что он с ними сделал? Он их разложил на бумаге и обвел скрупулезно, но, так сказать, разложил не просто, а, так сказать, собрал из них такую решетку или пазл, условно пока решетку, так сказать, состыковал их между собой, насколько это возможно, красиво. А затем взял и вырезал и превратил в такие вот настенные панно. А затем, когда уже был более такой коммерческий, вернее, вдруг возник коммерческий заказ на ограду для парка, он про, так сказать, этот свой эксперимент вспомнил и, так сказать, с успехом эта идея была реализована. Действительно получилась такая забавная история, уже, так сказать, сделанная с помощью технологии лазерной резки. Вот. И не знаю, в принципе, наверное, не получится какого-то перехода между, так сказать, вот этой последней частью нашего сегодняшнего разговора, но честно вам скажу про эту девушку, графического дизайнера не рассказать вам не могу, особенно Наде, поскольку она работает с данными и, так сказать, создаёт проекты на основе данных. Ну, мне кажется, её, вот в контексте нашего сегодняшнего разговора, её работы следует воспринимать, как такой пример проектного мышления. Вот мы с вами вообще обсудили, что такое проектная культура, что, так сказать, такое проектные ценности, как мыслит творческий человек. И, так сказать, вот теперь на примере конкретной дамы на примере конкретных проектов, так сказать, вот это всё можно проследить. Так сказать, у неё есть совершенно характерный, такой вот чёткий, ясный принцип, который она для себя сформулировала. Она берёт информационные сводки, информационные данные, то, что называется дата, теперь даже и в русском языке есть это слово, и на основе даты создаёт свои проекты, очень разные, так сказать, начиная действительно от таких серьёзных, так сказать, скрупулёзных каких-то выставочных проектов, заканчивая почти игрушками, так сказать, но в основе которых лежит, так сказать, всё та же инфографика или вернее сбор данных, систематизированный сбор данных. И собственно по профессии она архитектор, зовут её Джорджия Лупи, Лупи. И она всё время вспоминает, что она, конечно, архитектор, но архитектура для неё вообще во время всего процесса обучения всегда сводилась к анализу данных. И про своё детство она любит рассказывать, что она коллекционировала всё подряд, но самым классным для неё интересным моментом была систематизация этих коллекций, она создавала каталоги, она, так сказать, описывала эти вещи, раскладывала их либо там по росту, либо как-то по характеру материала группировала, то есть, сказать, для неё важны были не столько сами предметы, сколько вот эти системы, которые можно было создать на основе этих предметов. И собственно проекты её можно смотреть и изучать мне кажется бесконечно. Покажу вам несколько из них. Этот проект называется Data What Counts? Это проект для музея города, городской музеи Нью-Йорка. Приходящий на выставку человек должен ответить на серию вопросов. Здесь есть такое простенькое видео. Значит, вопросы о социальном положении, о профессии, так сказать, о своём настроении, о любимом цвете, графическом символе, так сказать, выбрать, допустим, понравившиеся из перечня графических символов или цветов на экране и на основе этих вводных данных генерируется такой вот индивидуальный значок. Соответственно, в чём суть этого проекта? Суть этого проекта в том, чтобы показать, насколько вообще индивидуален каждый гражданин города, насколько один человек не похож на другого. показать это с помощью графического символа, в котором собственно каждый человек знает, что каждая деталь отвечает за определённую информацию и, так сказать, сочетание этой информации даёт ту самую аутентичность, ту самую непохожесть каждого графического символа. вся экспозиция мне кажется достаточно камерная и построена вот таким образом и мне кажется обновляется либо в течение суток, либо в течение нескольких дней вся эта история. таким образом на экране мы видим одновременно и количество посетителей за определённый срок и видим то, что каждый из этих посетителей представляет собой такой вот уникальный организм со своими определёнными особенностями связанными с социальным статусом, с привычками, эмоциями и так далее. То есть это просто такая вот карта города, но построенная не на архитектуре, не на основе каких-то других параметров, просто построенная на основе живых людей, жителей этого города. Подождите, я должна уточнить. Я вот не поняла. Вот задают вопросы какого плана и видимо каждый ответ ему соответствует вот какой-то вот есть графический элемент. А почему из этих ответов город составляется? А потому что каждый вот этот графический символ, который генерится, это символ каждого жителя города. Это гражданин. Можно свою фотографию, свой портрет туда вставить, в этот кружочек и точно так же поместить на экраны были бы лица. Были бы лица людей, которые составляют городское сообщество. А здесь вместо лица, вместо фотографий вот такие графические ответы. А город как составляется? А город составляется уже на экране. Просто по мере того, как приходят посетители и каждый из них оставляет вот этот свой значок, эта структура заполняется. И вот надо посмотреть насколько она часто обновляется. С чем это связано? Мне казалось, что сутки информация за сутки остается на экране и, соответственно, каждый день она обнуляется или где-то там архивируется. но если в 10 утра условно к открытию музея человек приходит, то он становится первым в этом столбике и к концу дня возникает вся картинка. По-моему, вот так. Я сейчас покажу ее сайт, там можно будет подробно сейчас все эти моменты выяснить. И, как я уже говорила, там с одной стороны она на основе даты создает такие игрушки, в общем-то, а с другой стороны, у нее есть и такие совершенно мощнейшие социальные проекты. Эта история, вот то, что сейчас на экране, она связана вообще с Италией. По ее имени, я думаю, поняли, что она не американка, она итальянка Джорджия Люпи. И в 38-м году в я так подозреваю, что это может быть не всей, может быть и всей Италии была перепись именно еврейского населения, очень такая конкретная, скрупулезная, там с указанием профессии, не знаю, хобби, увлечений, образования, ну в общем все-все-все-все детально там было зафиксировано. И эта перепись долгое время считалась утраченной, пока где-то в начале 2000-х на нее не наткнулись и в общем поняли, что это уже такой архивный памятник истории, потому что чуть ли не 90% этих людей уже нет, потому что это население, с которым очень активно власть боролась. И вот как показать эти архивные документы? Можно показать, разложить листочки, но это, наверное, будет скучно. Как показать индивидуальность этих людей, сказать, опять же, их особенность, отличие друг от друга? И Джорджия Люпи предложила вот такую систему, схему, вернее, даже не схему, а действительно систему, по, вернее, на основе которой сгенерили вот такие графические символы, знаки для каждого имени. И собственно, что она сделала? она сделала систему, значит, в которой каждая точка имела значение, расположение, характер символа графического, цвет, не знаю, там наверняка и по массам, какого цвета больше или меньше, насколько он доминирует вот в этой системе, так сказать, это тоже было важно. И каждая деталь этой схемы, она соотносилась с данными из этой переписи, так сказать, в центре в центре имя, а дальше, так сказать, это визуализация данных о человеке, женат или холост, мужчина или женщина, сколько лет, там, соответственно, образование, семья, уровень достатка, ну, в общем, все, что было в этих данных, она для каждого этого пункта придумала свой символ. И в результате действительно было создано сколько нужно вот таких графических изображений, условно, портретов людей, которые сгинули в истории, истории. И эти имена были напечатаны на такой вот стелле, которая маркировала вход в пространство этой экспозиции. Там внутри уже были, по-моему, архивные какие-то документы, бумажки, но это, мне кажется, вообще уже выступало как дополнение основному как раз проекту Джорджи Люпи. с фасада эта стена белая, когда вы заходите внутрь, то на вот этой наклоненной на вас плоскости вы, собственно, видите все эти имена. Понятно, что прочитать их невозможно, это уже как паттерн, наверное, воспринимается, но суть потому, что есть сопроводительная информация, карточки, печатные носители, так сказать, я думаю, что это все было в доступе и, в общем-то, можно было даже, наверное, понять, как создавались вот такие имена тире символы. И вот, так сказать, ну, мне кажется, все-таки получилась какая-то сильная история, более сильная, чем если бы просто были выставлены эти архивные данные. Она вот, собственно, об этом и пишет. Перевод сухих данных в форму, которая способна вызвать эмоции. Так сказать, вот способ через графические символы показать личность человека. И третий проект. Вот я не зря сказала, что у нее есть очень разные, так сказать, в ее арсенале проекты. Действительно, от каких-то очень таких скрупулезных и научных до хулиганских и детских. Например, вот такой набор под названием Data Selfie. A code to creatively record our days and photograph the patterns of everyday life. Такая попытка закодировать креативным образом все происходящее с нами в течение дня и создать вот такие создать изостатистику свою. Потом посмотреть на характер этих графических символов и, может быть, что-то новое, интересное для себя узнать. Это картонная коробка, в которой лежат штампики штампики с разными символами и нужно придумать, что каждый символ будет обозначать. Это абсолютно такое твое спонтанное решение авторское. и дальше на таких листочках, карточках, которые прилагаются к этому набору, можно их оттискивать и единственное предлагается все-таки записать, зафиксировать, что каждый из значков обозначает для того, чтобы потом самому не запутаться. И она этот проект на самом деле позиционирует как знакомство обывателя с инфографикой. Показать просто показывает, демонстрирует, как устроен мир инфографики. Сейчас соответственно открою ее сайт. вот он здесь невероятное на самом деле количество проектов. ее имя Джорджия Люпи. Можно посмотреть информацию о ней. Кстати, она 81 года рождения. Называет себя информационным дизайнером. Дальше я для себя здесь отметила несколько ее проектов. Например, комната перемен. Здесь она интересно объясняет, что это инфографические данные, но историю, которую публика склонна воспринимать одновременно и как такой текстильный паттерн. И это нормально. Она считает, что это часть популяризации инфографики. Приучить людей хотя бы зрительно воспринимать этот графический ритм, рисунок. А затем уже как следующий этап. Если людям будет интересно, они действительно могут в эту легенду вникнуть и с информативной точки зрения что-то для себя здесь уяснить. О чем эта история? Это история об изменениях вообще среды обитания. Я только боюсь соврать, за какой период она ее берет. Об изменениях человеческой среды обитания. Может быть и даже на протяжении наверное за последние 20 лет на основе данных архива NASA. И где-то там мне попадалась строчка, что это действительно несет в себе информацию, но с точки зрения эстетики и графики все равно остается привлекательным. На самом деле в этом мне ее подход импонирует. Потому что с одной стороны есть много дизайнеров, кто занимается инфографикой, кто всегда ратует именно за качество данных, где это правильно, за объем информации, которая с помощью этих данных передается. Но с другой стороны вот это визуальное решение, внешняя оболочка, она все-таки не менее значимой остается, потому что это буквально первое, с чем сталкивается человек. Она не должна наверное все-таки быть отталкивающей, она должна быть притягательной. И вот это тот самый случай, когда это чисто как графическая структура, оно действительно оказывается интересным. Вот этот проект мне тоже понравился. Это близко к мейл-арту. Она и ее знакомая посылали друг другу такие вот открытки. Но это не простые открытки, это закодированная система событий, которые случились с этими людьми за день. И судя по всему, даже за неделю, для каждой недели был придуман какой-то свой графический код. И потом по итогам такого обмена информацией была выпущена 300-страничная книжка. опять же смысл этой книжки в чем? В том, чтобы показать, насколько вариативно и многообразно вот это искусство инфографики, насколько действительно можно много графических образов найти для того, чтобы создавать такие структуры, системы и с помощью этих систем обмениваться информацией, визуально демонстрировать состояние дел. и вот этот проект тоже мне понравился, просто как такая идея действительно знакомства публики с инфографикой, идея вовлечения посетителей в процесс сбора данных. это действительно скорее такой наглядный пример образовать, наглядный пример погружения публики в сферу инфографики, просто мастер-класс, который позволяет понять, как работает инфографика, на чем она построена. посетители запускаются на выставку и они должны по итогам просмотра составить такие таблицы, придумать какие-то символы, потом естественно с помощью профессионала они эти свои данные интерпретируют графически и строят такие интересные визуальные системы. на самом деле истории очень наглядные. Есть материал, есть перечень вопросов, на которые вы должны ответить, глядя на этот материал, составить такую свою базу данных, а затем эту базу данных превратить уже в graphic landscape. тоже мне эта формулировка нравится, она очень правильная, внятно объясняющая, чем занимается Джорджия Люпи. Создают такие графические информационные пейзажи, потому что больше всего это похоже именно на обобщение рельефа до каких-то знаков, символов, чем-то похожие на географическую карту, где мы тоже пользуемся визуальными обобщениями, но благодаря им все-таки более ясно и точно считываем информацию. Дальше можно здесь самостоятельно побродить по ее сайту, посмотреть, как она использует те или иные графические приемы, почему она обращается именно к ним, строит именно на их основе тот или иной проект, но чисто такое визуальное путешествие через эти ссылки оставляет ощущение, что действительно для каждого проекта подыскивается какой-то свой графический ключ. международный огня еще визуальное слое визуальное и визуальное Продолжение следует...